В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня главный пластический хирург Рязанской области Владислав Иванов. Первый вопрос. Что нужно знать в первую очередь девушке, которая всё же решилась на увеличение груди? Первое, что нужно знать девушке, которая решилась на увеличение груди, какой конечный результат она ожидает от операции. Внутри каждой девушки есть определённый идеалистический образ, который она стремится достичь. Этот образ как сон. Он является некритическим, он является слабо осмысливаемым и он является практически абсолютным. И второе, есть так называемый озвучиваемый образ, то есть то, что говорит девушка, которая пришла к нам в консультацию. Он будет уже меняться в зависимости от погоды, от настроения, от месячных, от лифта, от того, как она припарковалась. Для чего это нужно? Допустим, женщина всегда стремится, какая-то определённая, хочет стать спасательницей Малибу. Её идеал пятый размер. Но под влиянием социальной обстановки меня, учреждения, она начинает рассказывать про очень скромные свои посылы в виде второго или третьего размера. Мы делаем второй размер, и это будет являться причиной такого же нарушения его социального и морально-психического статуса, как она и была до операции. Первое, надо чётко осознавать, что ты хочешь. Если это второй размер, значит, это будет второй размер. Если это восьмой, значит, это будет верка-сердючка. Причём сама женщина выбирает себе этот размер, выбирает форму, и она несёт осознанную ответственность за свой выбор. Никто ей в этом не посоветует. Если это начинается какие-либо советы, да вот вам лучше тот, будет вам лучше тот, это всегда приведёт к какому-либо конфликту. То есть в этом деле нет тенденции и нет моды. Можно так сказать? А вы знаете как, есть тенденции к той или иной культуре у женщины, понимаете? То есть каждая женщина выбирает для себя определённый стереотип поведения, под этот стереотип поведения формирует свой внешний образ. Поэтому я говорю, что женщины все разные. Мы ставим импланты в 800 мл и в 100 мл. Имплантов выпускается очень много. Вот я здесь принёс некоторые, да, и вот мы ставим вот такие импланты. Это вот объём 50 мл. И в то же время мы ставим другие импланты, которые... Такой серьёзный уже размер. Серьёзный размер, да, это уже 4-4,5. И тот вариант, и этот вариант одинаково востребован нашими пациентками, и одинаково нами уважаем их выбор. То есть всё зависит от женщины. Почему я так говорю? У нас проведены очень большие исследования совместно с медуниверситетом, с кафедрой психологии. И причём доктор-психолог, который занимается с нами, ведёт наши консультации, стал лучшим молодым учёным 2017 года. Она выпустила книгу, вот, «Неудовлетворённость телом ассоцированное расстройство». Поэтому мы прекрасно знаем, как разговаривать с пациенткой. С кем-то надо очень жёстко, чётко и принципиально. А с кого-то надо буквально сдувать пыльцу орхидеи, чтобы там было тоже всё хорошо. Причём, чтобы, как говорится, голова встретилась со здравым смыслом, иногда приходится очень чётко, очень жёстко пациентку ставить в определённой рамке. Если она с этим соглашается, мы с ней занимаемся, продолжаем наше сотрудничество, оперируем её и получаем результат. Если здесь происходит какой-либо диссонанс между нами и пациенткой, то лучше за такую пациентку не браться. Мы в определённом проценте случаев таким пациенткам отказываем. Почему это происходит? Первое – это нереалистические ожидания. Второе – это синдром эгоистического перфекционизма. Третье – это синдром погони за несбыточной мечтой. Совсем психология. Да, это совсем психология. Наша профессия где-то процентов на 30-40 – это действительно психология. И многие девушки действительно приходят с желанием сделать грудь, разворачиваются и уходят ни с чем. Дело всё в том, что мы заставляем таких девушек, по крайней мере я, думать над тем, что они хотят сделать. Принять осознанный выбор и нести ответственность за то, что они выбрали. Для многих это является очень большой проблемой. Особенно это личная ответственность перед самой собой. Очень часто они пытаются это переложить на нас. А вам как вот нравится? А что вот мне подойдёт? А как вот специалист? Я как специалист могу сказать, что в определённых пределах это будет физиологично, а спасательница Малибу это уже будет за пределах, так скажем, женских возможностей. Или веркосердючка. Владислав Валерьевич, вот существует тем не менее мнение, что чтобы сделать подобную операцию, нужно уехать в Москву, а то и за границу. Ну, во-первых, очень многие женщины в нашем городе, которые рассказывают, что они были в Швейцарии, что они были в Германии, были в Америке. Вся эта Швейцария, Германия, Америка – это восьмая палата на нашем девятом этаже областной больницы. Поэтому все вот эти вот сказки, они достаточно имеют просхожесть, да, они имеют достаточно приспособительный момент и имеют такой, скажем, более имиджевый эффект. Во-вторых, что значит? Я уеду в Америку, я уеду в Москву. Ну, во-первых, стены не лечат. Лечит тот конкретный специалист, который будет оперировать. Специалист экстракласса в Москве, вот я практикую в Москве, прайс просто необычайный, прайс необыкновенный, и большинству, так скажем, наших резанок он просто не по карману. А то, что иногда в Москве они наслушаются разных вот этих вот рекламных вещей, всяких таких вот небылиц, которые, к сожалению, полна нашей специальности, ну, это приводит, так скажем, к определенной трагедии. Вот я покажу некоторые импланты, которые мы вытаскивали из наших москвичек, да? Это просто ужасно выглядит. Это просто ужасно. Почему это еще гремит? Да потому что это так называемый биополимер, который ссохся в женской груди. Вот, мы, допустим, таким никогда не занимались, но Москва в определенное время была полна вот этой вот, так скажем, рекламой. Чем, так скажем, отличается московский бизнес от нашего? Мы здесь, в Рязани, вот я 22 года на одном и том же месте, вот. И, честно говоря, мне не стыдно смотреть людям и встречаться с ними на пляжах, и видеть их на каких-то мероприятиях за свою работу. В Москву, в Москве скрыться проще. Они сегодня здесь, завтра они еще где-то, здесь они сделали одно, тут ферма закрылась, город Миллионник, и там большинству, так скажем, не шлипко стыдно перед тем, что они делают. Также существует мнение, что искусственная грудь со временем может привести к онкологии. Ну, что я здесь могу сказать? Во-первых, нужно выбирать качественный имплант. Мы пережили несколько, так скажем, трагедий и, так скажем, неприятностей, когда выпускаемые импланты не соответствовали тем техническим условиям, которые были последние, так называемый ПИП-скандал, полиимплант-протез. Вот, я вам сейчас его покажу, вот, что он из себя представляет. Вот эти импланты, которые оказались заполнены техническим силиконом. Естественно, технический силикон проникал в женский организм и вызывал крупноклеточную лимфому. После этого была инструкция нашего Всемирного общества пластической хирургии с рекомендациями по удалению этих имплантов у всех женщин, у которых они стоят. Да, такие вещи были. В Рязани тоже такие случаи были? Ну, это одна из клиник у нас практиковала. Мы областная больница, в такой аферизм никогда не влазили. Мы не влазили. Вот, мы делаем только качественные импланты. В основном это с пожизненной гарантией. Единственное, что следует сказать, пожизненная гарантия на имплант не означает пожизненной гарантии на результат. Онкология сейчас очень распространена. И что с имплантом, что без имплантов, у женщин определённо есть процент заболеть онкологией. Как показывают исследования у женщин, которые перенесли нашу операцию, вот, по увеличению груди, это процент не выше. Владислав Валерьевич, ну, ведь есть такие женщины, которые приходят и ложатся на операционный стол не за эстетикой и не за красотой, а по определённым медицинским показаниям. Вот, какие-то бывают случаи, распространены ли они в нашей области? Да, эти случаи достаточно распространены. Они связаны, во-первых, с реконструкцией молочных желёз после удаления по поводу онкологии, после резекции молочной железы по поводу доброкачественных науобразований, после перенесённых инфекционно-воспалительных заболеваний, например, после маститов. И очень большая группа женщин, которые приходят к нам на реконструкцию молочных желёз, вот, после так называемых врождённых состояний и синдромов. Это синдром Полонда, полный-неполный, который сопровождается недоразвитием большой грудной мышцы, недоразвитием молочной железы. Все эти аномалии развития очень сильно влияют на психоэмоциональное состояние, вот, и с этой целью, конечно, пациенткам проводится тот или иной вариант, но это уже не эстетическая, так скажем, операция, а реконструктивно-восстановительная. Она может проводиться по нескольким другим канонам, и, как правило, включает в себя несколько этапов, обычно два или три. Как эксперт, скажите, пожалуйста, с чем связан рост заболеваний молочных желёз у женщин? Ну, рост заболеваний молочных желёз у женщин связан, во-первых, это экология, которую все прекрасно видят, а вот мы дышим, к сожалению, нестерильным воздухом, вот, воздух отравлен, по еде тоже здесь особых комментариев не нужно, плюс достаточно большой определённый процент женских заболеваний лечится с помощью гормональных препаратов. Определённые препараты, они, наоборот, профилактируют развитие онкологии, да, или доброкачественных процессов, их назначают в цель увеличения тех или иных патологических процессов в молочной железе. А вот некоторые другие применяемые препараты, они, наоборот, способствуют возникновению тех или иных заболеваний. Куда можно обратиться в Рязани, чтобы сделать такую операцию по увеличению груди? По поводу этой операции можно обратиться ко мне. У меня открытый консультативный приём на базе областной клинической больницы. Это девятый этаж, второе хирургическое отделение. Кроме того, есть несколько частных центров, где я практикую. В интернете все эти сведения есть, пожалуйста, приходите, обсудим все эти возможности и варианты. И сколько обычно занимает время от подготовки, операции и восстановительного периода? Значит, подготовка к операции. Эта операция не делается в любое время. Она приорачивается к определённым дням женского цикла. Лучше оперироваться в первые две недели после месячных. Поэтому иногда в интернете пишут, там, у Иванова очередь месяц-два. Нет, у Иванова не очередь месяц-два. Это мы чисто индивидуализируем ваше оперативное вмешательство, чтобы прооперировать вас тогда, когда это действительно нужно. Анализы вы можете сдать за день. Вот в любом частном центре или в поликлинике по полису. А всё остальное дальше будет зависеть непосредственно от желания, возможности женщины. Восстановительный период занимает несколько недель. Сыняки отёки 10-14 дней. Болит обычно первую неделю. Компрессионное бельё женщина носит в течение месяца. Руки выше плеч нельзя поднимать и тяжёлого не носить. Тоже где-то в течение месяца, когда идёт интенсивно-регенеративный и восстановительный процесс. Дальше, как бомбу в зубе поставили и забыли. Диспансеризация раз в год. На диспансеризации врачу, проводящему УЗИ исследования или маммографию, обязательно говорите, что у вас стоит имплант. И говорите, какой имплант у вас стоит, чтобы не было какой-либо двусмысленной интерпретации. Импланты сейчас идут в ценовом диапазоне от 10 до 250 тысяч. Низкий ценовой диапазон – это импланты малоизвестных ферм. Это китайские импланты, которые сейчас постепенно поступают на наш рынок. И, как правило, это импланты, так скажем, не слишком престижные, не слишком хорошо зарекомендовавшие себя. Те импланты, которые идут в ценовом диапазоне свыше 200 тысяч, они недавно появились на нашем рынке. Они принципиальных, выдающихся свойств, сколько мы их ставили, они не имеют. Наиболее удобоваримая цена за имплант – это где-то в районе 80-100 тысяч. Это несколько ферм, которые производят наибольшее количество имплантов, и которые наиболее распространены и у нас, и во всем мире. То есть я, допустим, работаю только с проверенными мировыми имплантами, не гонюсь ни за ценой, ничего. Я лучше, как, скажем, женщина подумает насчет этим, но поставит себе приличный и хороший имплант. Кроме наполнения, наполнитель сейчас идет практически везде силикон, только там в районовских имплантах осталась еще целлюлоза, но это, так скажем, больше коммерческий, так скажем, шаг. Оболочка у всех имплантов является силикон. Там 5, 7, 12-слойная, но все равно это силикон. Оболочка у всех у них является шершавой или текстурированной. Есть импланты, которые производятся в Америке, которые заполняются, так скажем, физиологическим раствором. Вот эти импланты, их преимущество какое? Их можно ставить через очень-очень маленький разрез, то есть буквально через прокол. Но на этом их все преимущества заканчиваются. Почему? Потому что они намного плотнее, чем силиконовые. Это раз, у них есть неприятные свойства, они могут начинать булькать на 3-4 году их использования. Такие вещи мы были, вот эти импланты, которые извлекались из груди, которые действительно булькали при ходьбе, беге, фитнесе или еще чем-то. Бум на искусственную грудь, он еще не закончился или он уже никогда не закончится? Дело все в том, что, как сказать, это не бум на искусственную грудь, это востребованная обществом женская красота. То есть пока будет женская красота востребована в обществе, пока будет определенный образ женщины, именно как женщины, тогда будут востребованы наши операции. Если вдруг что-то у нас в обществе кардинально поменяется, и женщины, так скажем, не будут восприниматься как объект нашего поклонения, обожания и восхищения, то тогда, естественно, наша специальность принесет достаточно большой урон. Спасибо вам за беседу, она очень интересна. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был главный пластический хирург Рязанской области Владислав Иванов. Спасибо вам за внимание, до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!